19 пожаров за неполный март. Таким тревожным у инспекторов пожарного надзора первый весенний месяц не был вот уже несколько лет. За две недели трое погибших. Хочется верить, случай произошедший 14 марта станет действительно последним. В квартире на улице Беляева в микрорайоне Бакчеванжи возник пожар, а в соседней комнате мирно спал ребёнок. В квартире находился только 10-летний мальчик, родители отсутствовали. В результате пожара мальчик получил отравление угарным газом, после чего был гастапитализирован в больницу. Квартира выгорела на площади 6 квадратных метров. По данному факту проводится доследственная проверка. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования. Этот случай во многом показательный. Оставлять включёнными в сеть электроприборы, да ещё без присмотра, опасно. Не оставляйте детей одних дома без присмотра. Несоблюдение жителями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного газового оборудования и электроприборов неизбежно приводит к увеличению количества пожаров. Проверьте сами себя, осмотрите своё жилище, всё ли соответствует требованиям пожарной безопасности. Специалисты рекомендуют выключать из сети телевизоры, приставки, компьютер и другую технику, когда уходите из дома на несколько часов. Даже в режиме ожидания электроприборы из-за плохого контакта в розетке могут вызвать её перегрев. И, конечно, небезопасно ставить электронагреватель рядом со шторами или мебелью. Выберите для телевизора более прохладное место в комнате. Не ставьте вблизи электроприборов вазы с водой, особенно если в доме есть дети или животные. Хорошо зарекомендовали себя в быту автономные пожарные извещатели. В случае задымления предупредили этапу опасности громким звуковым сигналом, который невозможно проигнорировать ни спящим людям, ни гражданинам со слабым слухом. Для защиты электропроводки от перегрузки специалисты рекомендуют использовать устройство с защитным отключением. УЗО помогут установить в сеть управляющие компании или электроснабжающие организации.